Здравствуйте, это программа Репортер и Алексей Коноплев. Самарцы получили отличную возможность вспомнить все ошибки своей школьной молодости. На днях в городе состоялся тотальный диктант по русскому языку. Репортер побывал на новых площадках проекта и узнал, как справиться с диктантом отлично, а за что могут и выгнать из аудитории. Волнение, спрятанные в карман телефоны, повторение запытых правил грамматики. На партах ручки индивидуальные бланки. Это отнюдь не ЕГЭ, а тотальный диктант. Тысяча россиян разом решили вступить в неравный бой с великим могучим русским языком. Почему я пришел писать тотальный диктант первый раз в жизни? Во-первых, потому что я страшно завидую как пиарщик тем людям, которые придумали этот проект. Где-то какие-то сибирские ребята, я не помню, где он впервые проходил. Но это удивительный успех, конечно. Они очень попали в нерв такой, очень правильный. Почему я пришел сюда писать? Вторая причина, то что я реально хотел посмотреть, сохранилось у меня от твердого два по русскому языку что-то из моей родной школы или нет. В год литературы к знаменитому проекту в Самаре подключились две новые площадки – областная и юношеская библиотеки. Попасть сюда – настоящая удача, ведь число места ограничено. А текст диктанта читают самарские поэты. В областной библиотеке в роли чтеца Романа Нсаканов талантливый поэт долго готовится к минуте славы. Сутками напролет читает блока Ахматову и Цветаеву. Я просто буду стараться читать мелодично, как-то чувственно более. То есть мы уже об этом говорили. То есть я не филолог, я более за чувственные формы, и поэтому я поговорю с людьми. Будем стараться друг друга прочувствовать. То есть прочувствовать текст, как он льется, вот эта мелодика. Найдем поэзию в прозе. Она там, безусловно, есть. Наконец-то долгожданный момент наступает. Участники слышат первые строчки диктанта. Все, как на школьном диктанте. Никто не успевает. В аудитории появляются недовольные. На помощь поэту спешит филолог. А потом вы прочитываете и смотрите, что вы не будете высказать. А потом вы прочитываете полностью, для того, чтобы вы не сложили эти строчки, не полностью. Спасибо вам большое. Читать диктант оказалось дело весьма непростое. Это даже сложнее, чем писать, признался поэт. Может быть, музы не хватило. Координатор площадки принимает решение заменить самарского поэта, ради которого многие пришли в главную самарскую библиотеку филологом Ириной Исаковной Коган. Диктовать не так просто, на самом деле. Мы знаем, что среди филологов Самары есть профессиональные филологи, которые занимаются этим всю жизнь. И тотальный диктант – это достаточно ответственный процесс. Мы хотим, чтобы на нашей площадке были отличники. На других площадках тотального диктанта чтецы все же смогли продержаться до конца. Молодой поэт Григорий Битнев сильно волновался, но, как оказалось, зря. Прошло все хорошо. И филологи присутствующие похвалили, что очень приятно. И я думал, что я буду сильнее волноваться. К счастью, все прошло спокойно. Но не так-то спокойны сами участники. После диктанта они сравнивают ответы друг с другом и с грустью обнаруживают пропущенные запятые. Ну вот решила себя попробовать. Мне показалось, что грамматически вроде бы я справилась, синтаксически не уверена. Диктант я оцениваю достаточно достойно. Но было очень много, конечно, проблем с пунктуацией. С точки зрения орфографии не было никаких затруднений. Ну и я бы сказала, что достаточно пролонгированный текст и слегка затянутый. Самое сложное еще впереди. Ночи напролет разбирать почерки участников и искать все ошибки предстоит профессиональным филологам. Результаты в ближайшие сроки можно будет найти в личном профиле на официальном сайте тотального диктанта. Всех хорошистов и отличников организаторы ждут уже 24 апреля в Педагогическом университете на награждении и большом празднике. И это все на сегодня. Говорите правильно, говорите нужные слова. Увидимся завтра. Всего доброго. Пока.